Тут самое главное под меня этот экзоскелет засунуть и зашнуровать, а дальше уже процесс легче идет. Этот экзоскелет – единственный шанс научиться ходить. Равелю 24 года, инвалид с рождения, у него ДЦП. 25 операций уже позади. Осталось сделать последний рывок – встать на ноги. Для себя я поставил цель, что мне нужен этот экзоскелет до 25 лет. Я должен в нем уже ходить, должен уже научиться выйти на улицу самостоятельно. Ортез изготовили по индивидуальным меркам. Бесплатно его Равель добивался три года. Но сейчас появилась новая проблема. Самостоятельно, конечно, он сам не сможет, потому что даже человек, который одевает, это занимает порядка 30 минут. Мне было непривычно, как будто меня заколали всего. Сейчас уже такого сопротивления нет. Зашнуровать, чтобы было удобно, а потом помочь подняться. Вот Равель с гордостью демонстрирует свои первые шаги. Пусть и с поддержкой. Сейчас ему помогает друг. Иногда приходит девушка. Больше парню помочь некому. Мама на пенсии. У нее просто не хватит сил на подстраховку. Если равновесие теряешь, то сразу тащит вперед. То есть, как бы ты падаешь. Если уже упал, то самостоятельно уже не встанешь. И повернуться даже в этом экзоскелете невозможно. Это как гипс. Оденут и то же самое, не повернешься. Раз, два, три. Равель постоянно поддерживает форму. Занимается в бассейне, проходит курс мануальной терапии. Для максимального эффекта он хочет приобрести беговую дорожку. А сейчас ему нужны помощники. С сильными руками и свободным временем. Чтобы помогали одевать ортесы и поддерживали. Если занятия будут регулярными, хотя бы чаще трех раз в неделю, говорит парень, через год он уже сможет встать на ноги. Это его последний шанс. Ведь после 25 лет костно-хрящевые ткани уже не эластичные. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова